Есть часы из стали, латуни, дерева, есть часы из сапфира, золота, серебра, и вот кому-то подумалось, от чего бы не сделать бумажные часы. И как показывает практика, если что-то не делается, то чаще всего не потому, что это уникально и сложно, или раньше не додумались, а потому что это никому не нужно. С категорией бумажных часов я столкнулся внезапно и случайно, и поначалу был поражен, что она вообще существует. Плюсы у такого подхода, пожалуй, есть, ведь вы можете довольно легко создавать множество разных дизайнов задешево, подбирая любые принты. Но вот если здесь какая-то ценность, бумажные часы это буквально полоска бумаги, бумаги непростой, водоотталкивающей, что-то среднее между бумагой и клеенкой, в общем, края которой прилично склеены между собой для улучшенной водозащиты. Надо сказать, что в этом плане часы и правда норма, и я уж прошу прощения за подробности, даже принимал неходные процедуры. Периметр часов заключает в себе дисплей, застежку и регулирующие магнитики. Часы не фигурные, по всей длине выдержано расстояние между сторонами, и оно продиктовано механизмом часов. Сам же механизм представляет собой миниатюрную платку с диодными огоньками на плоской батарейке. Вообще, часы одноразовыми не считаются, но очень на них похоже. Когда батарейка придет к негодности, рекомендуется аккуратный надрез, но я не понимаю, как это можно провернуть. Клеем залито все очень прилично, так что, скорее всего, удовольствие однократное. Благо, такие часы стоят от 150 рублей на наших маркетплейсах. Платка малопримечательная, но ее возможности не ограничены временем. Тут можно настроить и месяц, и число, и год. Переключаться они будут по нажатию на кнопку, и эта кнопка как бы достоинство и недостаток одномоментно. Дело в том, что постоянно циферблат не горит, что логично. Но и частые нажатия его в перспективе не украшают, так что еще не очевидно, что произойдет скорее. Протрется и прорвется ли экран, прежде чем сядет батарейка, или наоборот. Магнитные крепления не то, чтобы очень надежны, но и не безнадежны. С запястья часы не слетают, но так как они сами по себе почти невесомые, то так или иначе проверяешь машинально на месте ли. Визуально они выглядят как что-то вроде браслетика из аквапарка. Для таких часов контакт с ними слишком уж долгий. Поначалу вы поворачиваете их к себе, затем жмете на кнопку, чтобы посмотреть время. И в общем-то при полном нежелании смотреть на сами часы, что огорчает. Тем более, что и время вы можете увидеть далеко не сразу. Проблемы дешевой диодной подсветки для вас раскроются очень быстро. Впервые днем такие часы оказываются практически бесполезны. На свету экран слепой полностью. А пока вы будете искать тенек, чтобы посмотреть время, и автобус уйдет, на свидание опоздаете. В общем, при всей своей занимательности, такие часы скорее разрушат вашу жизнь, чем сделают ее счастливее. И об этом надо непременно помнить, конечно. Слава богу, у вас есть я, у меня есть вы, и мы вместе как раз и собираемся, чтобы не наделать ошибок и глупостей. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова